Здесь было дикое, заросшее место и остатки разрушенной стены. А теперь тут гуляют кировчане, рассматривая восстановленную арку. В историческом центре у горожан появился излюбленный уголок. Где проходил вал Хлыновского Кремля, побывали мы с оператором Владимиром Лисиком. Работы идут между домами 26 и 28 на Динамовском проезде. Это в двух шагах от вечного огня. Казалось бы, велика ли арка, а восстанавливают ее уже три года, потому что бережно, заботливо и силами волонтеров. Проект о том Сойерфест на Вятке. Тут все дышит историей. Так как мы хотели сохранить историчность, мы решили тоже брать старые кирпичи. Поэтому мы их долгое время свозили со тех зданий, которые уже сносили в нашем городе. Это здания на улице Свободы, Урицкого, Ленина. И то есть здания, которые именно того времени постройки. То есть можно обратить внимание, кирпич 1835 года. То есть это как раз то время, примерно, когда была построена стена. Вы спросите, а четкие формы арка примет? Ответ нет. Потому что именно такой проход арку прорубили местные жители в 70-е годы. А до этого сотню лет здесь была единая стена, ограждающая центр в Вятской епархии. Сама история с этой аркой или с Вятским Кремлем, а точнее архиерейским подворьем, начинается у нас в конце 18-го века. Когда здесь, здесь строится у нас знаменитый кафедральный собор в центре. Все мы его знаем, разрушенный потом. Строится здание архиерейского дома, здание консистории. И эта территория, примерно по старому Холомовскому Кремлю, ограждается каменной стеной. Арка почти восстановлена. Волонтеры благодарят за помощь предпринимателей города и администрацию. Власти предоставили в доме рядом квартиру для рабочих. Она уже начала превращаться в музей. Кстати, о нем здесь активисты Том Сойерфеста мечтают, как и вообще о развитии этого исторического места. Напишем пост, пригласим людей. У нас будет закрытие сезона и открытие этого места прекрасного. Это будет примерно 9-10 числа, сентября. Понятно, что это туристическое место. Место для туристов. Потому что, когда мы открыли эту площадку, стали приходить люди. Есть точка на карте. Люди смотрят, приходят и удивляются. А виды здесь удивительные. Убедитесь сами, арку легко найти, если ориентироваться в картах на Динамовский проезд 26 или 28. Елена Чехомова, Владимир Лисик, Бюро новостей Дайвича.